20.00 по времени Астаны. Вы смотрите вечернюю информационную программу на телеканале Хабар 24. Я Сергей Гергель и мои коллеги готовы рассказать о самом главном в стране и мире. Здравствуйте. В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области сданы в эксплуатацию сразу несколько социальных объектов. В селе Маканчи открылась новая школа на 320 мест, а в селе Кабанбай распахнул свои двери обновленный Дом культуры. На его капитальный ремонт из областного бюджета было выделено 459 миллионов тенге. На открытие объектов побывала наша съемочная группа. Этого события в селе Маканчи ждали с нетерпением. На конец Товаули сдана в эксплуатацию новая двухэтажная школа. На ее строительство было выделено более миллиарда тенге. Можно с уверенностью сказать, что наша школа соответствует всем современным требованиям. В старой школе у нас не было таких условий, как здесь. В кабинетах все новое, и мы этому очень рады. Учебное заведение оснащено современным оборудованием. В школе имеется отдельный лабораторий, кабинет робототехники и спортивный зал с необходимым инвентарем. У нас созданы все условия для детей с ограниченными возможностями. Для них в школе предусмотрен лифт, а также имеются специальные кабинеты и спортивный зал. В селе Кабанбай распахнул свои двери обновленный дом культуры. Особенно этот объект будет востребован в летнее время, считают местные власти. Дело в том, что село находится на берегу озера Алаколь, где в это время наблюдается наплыв туристов. Во время пляжного сезона в Доме культуры будут проводиться всевозможные музыкальные вечера с участием казахстанских звезд и проходить археологические выставки. Площадь музея составляет 1300 квадратных метров. В экспозиции будут выставлены всевозможные экспонаты, в том числе копии у Джарского золотого человека и Шелектинского. На макеты предусмотрено 20 миллионов тенге. Цель – показать национальное наследие в рамках статьи президента «Семь грани великой степи». В Доме культуры имеется своя библиотека, отдельные гримерные для артистов и даже предусмотрен уголок для Совета Аксакалов. Останавливая культурные объекты, местные власти не забывают и про инфраструктуру. В районе ремонтируются дороги и проводится водоснабжение. В Караганинской области досрочно сдали в эксплуатацию новую сельскую поликлинику. Планировалось, что строительство медучреждения в селе Тугискенжа на Аркинского района продлится до следующей весны. Но дополнительное финансирование из регионального бюджета ускорило работу. Всего поликлиника обошлась в 107 миллионов тенге. И вот первые пациенты уже на приеме у врачей. В новом здании площадью 400 квадратных метров также расположились дневной стационар, родильное отделение и детская комната. Поликлиника обеспечена всем необходимым. Здесь будут оказывать помощь жителям 10 близлежащих сел. Гарантия 3 года. Обеспечена индивидуальной котельной, которая подает тепло. Я думаю, она послужит долго и для блага народа. Приорали приступили к активному развитию зеленых технологий. В следующем году в регионе построят 4 солнечные электростанции общей мощностью 140 мегаватт. Реализовать проекты намерены компании из Болгарии, Франции и России. Один из них мощностью 30 мегаватт в час появится в Жалагашском районе. Для строительства уже выделены 164 гектара земли. Стоимость проекта около 12 миллиардов тенге. Строить будут в два этапа. При успешной реализации, по словам специалистов, солнечная электростанция обеспечит стабильное энергоснабжение, снизит зависимость от поставщиков и даст возможность регулировать тарифы на электроэнергию. Ежегодное поступление в районный бюджет составит 150 миллионов тенге. Задействовано 30 единиц техники. Строительство самой станции начнется в марте 2019 года. После запуска объект подключат к действующей подстанции мощностью 220 киловатт. На новом предприятии откроют 15 рабочих мест. В дальнейшем планируется строительство еще одной станции по производству электроэнергии. 70 тысяч домов способна обеспечить электроэнергией солнечная электростанция «Бурная Салар» в Жуалынском районе Жамбулска области. Это стало возможным благодаря увеличению ее мощности в два раза с 50 до 100 мегабайт. Официальный запуск второй очереди электростанции «Бурная Салар-2» с участием главы государства состоялся в ходе общенационального телемоста. Новый проект позволит устранить дефицит электроэнергии в южных регионах страны. Вторую очередь солнечной электростанции «Бурная Салар-2» построили за 10 месяцев. В возведении участвовали 300 отечественных и зарубежных специалистов. Вся мощность 50 мегаватт распределяется на 16 инверторных станций. То есть инверторные станции преобразуются с постоянного тока в переменный ток. Далее вся мощность поступает в подстанцию. Там с помощью повышающего трансформатора повышается напряжение с 20 тысяч вольт до 220 тысяч вольт. Процесс работы солнечной электростанции полностью автоматизирован и находится под постоянным контролем специалистов. Их главная задача – не допустить сбой системы. На второй очереди солнечной электростанции установили 185 тысяч панелей. Мощность вот такой вот одной панели составляет 270 ватт. Этого хватит, например, чтобы зарядить 60 фонариков на аккумуляторных батарейках. В общей сложности на двух станциях работают 377 тысяч солнечных панелей. Мощностью 100 мегаватт. Электростанция способна обеспечивать электроэнергией 70 тысяч домов. В солнечные дни одна станция вырабатывает до 330 тысяч киловатт-часов электроэнергии в день. При реализации проекта с мощностью 100 мегаватт мы заплатили в бюджет порядка 2,5 миллиардов тенге обязательных платежей. Кроме того, мы привлекли прямые иностранные инвестиции в сумме 35 миллионов долларов США. Общая стоимость двух проектов, то есть мощность 100 мегаватт, составила порядка 50 миллиардов тенге. По прогнозам специалистов, выработка самой крупной в Центральной Азии солнечной электростанции «Бурная Салар» теперь будет доходить до 150 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Руслан Хатила, Жамбулская область, Хабар-24. Горячие источники в Уйгурском районе не только притягивают туристов, но и помогают в аграрном бизнесе. 50-градусную воду добывают на глубине от 650 до 850 метров и обогревают ею теплицы. Кроме этого, местные предприниматели придумали, как извлечь выгоду из малооблачной погоды. Все подробности у Аскара Сергалеева. Очень скоро эти сочные помидоры окажутся на прилавках Казахстана и стран Евразийского экономического союза. Их выращивают в огромных теплицах площадью 4 гектара. Чтобы поддерживать в таком пространстве нужную температуру, необходимо как минимум 500 килограмм газа в час. Но благодаря термальным источникам, голубого топлива тратится в 2,5 раза меньше. Именно газ занимает львиную долю расходов в нашем хозяйстве. Но благодаря самой природе у нас появилась возможность существенно экономить. И мы уже второй год успешно работаем и даже экспортируем свою продукцию в соседние страны. А местный предприниматель Сабит Кушербаев пошел еще дальше и придумал, как извлечь выгоду из малооблачной погоды. В районе почти круглый год светит солнце. А это значит, что можно экономить и на осветительных приборах. Территория Уйгурского района позволяет выращивать многие культуры без досветки. Здесь самая высокая солнечная радиация на территории республики. Здесь есть термальные источники, которые позволяют в рабочем режиме поддерживать температуру. Без дополнительных затрат на электричество, иные системы отопления. В районе уже функционируют пять теплиц. Открытие еще двух планируется в следующем году. Новость особенно приятная для местных жителей. Ведь только один такой объект способен обеспечить постоянной работой от 15 до 40 человек. Я уже год здесь работаю. Продукция круглый год пользуется спросом. Поэтому зарплата у нас постоянная. Получаем ее вовремя. Работаем с половины девятого утра до пяти часов вечера. Тем временем в местечке Карадала рабочие бурят новую скважину. А это значит, что очень скоро здесь появится еще один объект малого и среднего бизнеса. Оскар Сергалиев, Ерлан Абжанов, Алматинская область, Хабар-24. Генеральная ассамблея ООН утвердила Всемирный пакт о безопасной и регулируемой миграции, более известный как пакт о беженцах. По мнению авторов документа, он обеспечит поддержку странам, в которых проживают больше 25 миллионов беженцев. Известно, что США и Венгрия голосовали против, а Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались. Добавлю, что пакт о беженцах – рекомендательный документ и не является обязательным к исполнению. В США развернулась драматическая история. Мать умирающего мальчика не может посетить его в больнице из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Отец двухлетнего Абдулы обратился к американским властям. Он просит впустить мать малыша в страну, чтобы та смогла проститься сыном. Этого мужчину зовут Али Хасан. И он предпочел бы не давать пресс-конференцию в калифорнийской больнице. Дело в том, что Али – отец двухлетнего Абдулы. Мальчик смертельно болен. Он находится в больнице Оуклинда. И врачи говорят, что жить ему осталось от нескольких дней до нескольких недель. Мать Абдулы – гражданка Йемена. Ее не пускают в США из-за ограничений, наложенных Дональдом Трампом на жителей нескольких мусульманских стран. Тех, которые, по его мнению, угрожают безопасности Соединенных Штатов. Спасибо всем за то, что вы здесь сегодня. Я здесь, потому что моему сыну Абдуле нужна его мать. Моя жена звонит мне каждый день, хочет поцеловать и обнять своего сына в последний раз. Пожалуйста, помогите собрать мою семью. Адвокаты Али обратились в Госдепартамент США с просьбой разрешить въезд матери ребенка. Мы наблюдаем самое бесчеловечное проявление запрета на въезд мусульман и время на исходе. Мы призываем Вашингтон выдать индивидуальное разрешение Шаиме Свилех, жене гражданина США, приехать сюда и в последний раз увидеть своего ребенка. У родителей должно быть право достойно проводить его. Согласно американским законам, власти могут пойти навстречу родителям Абдуле. В законе говорится, что отдельные граждане страны с черного списка все же могут получить визу в индивидуальном порядке. Но пока Госдеп хранит молчание. Гульнара Жандагулова, Хабар, 24. Тем временем в Йемене, в портовом городе Хадейда, вступила в силу перемирие между правительством и мятежниками-хуситами. Данная договоренность стала одним из главных достижений, завершившихся на прошлой неделе в Швеции межьеменских консультаций под патронажем ООН. Незадолго до начала режима прекращения огня стороны конфликта подтвердили приверженность к согласованным обязательствам. Перемирие затрагивает провинцию Хадейда, сам город, его порт и еще две расположенные на побережье Красного моря морские гавани, Салиф и Рас-Иса. В течение первых 14 дней мятежники должны будут покинуть обозначенные территории, а затем, по истечении 21 дня, осуществить полный вывод сил за пределы города Хадейда. Ответственность за безопасность в нем в портах и передается силам безопасности Йемена. Кроме того, стороны обязуются устранить любые препятствия, мешающие местным госучреждениям выполнять свои функции. За этим процессом будет следить Координационный комитет под руководством ООН. Народная артистка Казахстана Айман Мусухаджаева стала героиней книги об искусстве. О творческом пути известного музыканта повествует издание «Айман. Первая скрипка». Книга вышла в свет в Кыргызстане в рамках проекта фонда экс-президента Розы Отумбаевой «Современное искусство детям». Она играет на скрипке, изготовленной самим Страдивари. Ее талант очаровывает тысячи поклонников классической музыки по всему миру. Прозрачность мелодии и изысканность исполнения. Айман Мусухаджаева действительно первая скрипка, и авторы книги лишь подчеркнули известный постулат. Но вместе с этим рассказали, как музыкант смогла добиться таких успехов. Я вот смотрю, в зале собрались очень молодые ребята, которые как чистые страницы, которых надо заполнить информацией. Поэтому я думаю, что если они познакомятся с нами, узнают представителей культуры другой страны, это будет очень познавательно и интересно. Другими героями книг об искусстве стали народный артист Кыргызстана, композитор Муратбек Бегалиев, директор Национального музея изобразительных искусств Юристанбек Шигаев и народный артист СССР, узбекский оперный исполнитель Исмаил Джалилов. Каждая из четырех книг рассказывает о том, как маленький ребенок, увлеченный искусством, идет за своей мечтой, преодолевая трудности и преграды. Затем он становится известным, прославляя свою родину далеко за ее пределами. Мы решили, что нашим детям обязательно нужно много знаний о том, как это искусство делается. Мы взяли тех людей, которые сегодня в цвете своих лет, те, которые сегодня делают это искусство, те, которые уже на виду. Инициаторы издания детских книг об искусстве говорят, что пример героев публикаций может и должен вдохновлять и поощрять детей, не бояться трудностей на пути и твердо следовать своей мечте. Главная задача этой серии изданий в том, чтобы ребенок, прочитав его, смог выбрать искусство своим жизненным путем. Одна из этих книг может помочь определить его выборы. В конечном итоге, талантливая плеяда деятелей культуры Центральной Азии пополнится еще одним маэстро. Бакычер Маша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Ровесники независимости в этом году, как и вся страна, празднуют свое 27-летие. Они учились, ставили цели и достигали их. Новое поколение выросло в независимой стране, которая прошла огромный путь становления. Как складывается судьба Кристины Бекмурзаевой, основательницы Центра молодых художников, выяснили наши корреспонденты. С раннего возраста Кристина Бекмурзаева увлекается творчеством. Девушка получила степень бакалавра искусств по специальности графика. После окончания колледжа стала работать в Государственном фонде развития молодежной политики. Именно здесь родилась идея создать творческое сообщество художников. Наше поколение, мы сейчас призваны к тому, чтобы трудиться и строить, развивать, что-то делать. Это для нас вызов, исторический вызов. Вот то, как мы сейчас это будем реализовывать и делать, таким будет наше будущее. Корни важны. Никогда нельзя забывать, что мы, откуда мы, кто мы. Это наш уникальный код, который нас делает неповторимыми в мировом культурном пространстве. Страна дала ей возможность получить бесплатное образование. Кристина закончила колледж, потом университет и даже училась в Германии. Талантливая девушка настолько погрузилась в атмосферу искусства, изучая все, от анимации до менеджмента, что решила помогать молодым и начинающим коллегам. Так, при поддержке Акимата появилось несколько новых мест на карте. Центр молодых художников и галерея «Ониер Плейс». Она всех держит. Все по струнке у нее ходят. Я вообще поражаюсь. Она иногда может неделями не спать и все контролировать. Это очень сложно, я считаю. Не знаю, я бы, наверное, так не смог. За время своей работы Кристина провела много оригинальных выставок. Например, с дополненной реальностью. Ее команда очень молода и амбициозна. Свои творческие работы они умело интегрируют в мегаполисе. Их проекты можно увидеть на Старой площади, возле кинотеатров. Ребята даже преображают подземные переходы. В Алматы начал работу первый в Казахстане кинозал для людей с повышенной сенсорной чувствительностью. В первую очередь это дети и молодые люди, страдающие аутизмом и другими расстройствами функции восприятия нервной системы. В кинозале есть специальные зоны, где зрители могут отдохнуть, если вдруг почувствуют нагрузку во время просмотра. Такой подарок ко Дню независимости сделали представители Акимата, корпоративного фонда «Булашак» и Международной студии анимационных фильмов. Первый в Казахстане кинотеатр, где будут проходить сеансы, адаптированные для детей и для людей с расстройством аутизмического спектра. У нас есть уже большой опыт открытия подобных кинотеатров в России. Они работают в разных городах. И здесь самое главное – это тренинг всего состава работающих в кино, так как эти дети и люди требуют особенного бережного отношения. Здесь для нас очень важно, это не только создание каких-то отдельных проектов для людей с расстройством аутизмического спектра, а речь идет именно об инклюзии. И здесь очень важно, потому что на эти сеансы могут прийти любые зрители, и они должны и будут знать о том, что там могут быть особенные гости. И накануне еще один подарок ко Дню независимости получили жители и гости столицы. Это музыкальный киноконцерт «Волшебная мелодия». Остановку уже оценили зрители Лондона, Сан-Франциско, Токио, Сиднея и Москвы. Мы хотим, чтобы наши дети получали мягкие навыки. Как сказал Джек Ма, сегодня надо учить детей тому, что они умеют делать машины. А что они умеют делать машины? Машины не умеют чувствовать. Машины не знают, что такое музыка. Машин нет сердца. Машин нет, как мы говорим, эмоционального интеллекта. То есть нам важно, чтобы наши дети были здоровы, счастливы, что они были интеллектуально развиты, чтобы они были творческими, раскрывая свои потенциалы, веря в себя, создавали наш великий Казахстан. В Астане зажгли главную елку страны. Новогоднюю красавицу в этом году установили на территории Экспо. За праздничной церемонии наблюдал и наш корреспондент Юрнур Дожжанов. Он готов в прямом эфире рассказать подробности. Юрнур, добрый вечер. Кому же сегодня выпала честь зажечь главную елку страны? Приветствую вас, Сергей. Новогодняя красавица. Вот уже как час красу любуются, точнее, жители и гости столицы. Зажгли ее буквально в 7 часов вечера. Ну а в роли Деда Мороза сегодня выступил Аким столицы. Бахасултанов поздравил собравшихся и под знакомую всем фразу «раз, два, три, елочка, гори» зажег новогоднюю красавицу. Произошло это, стоит отметить, под грохот красочного фейерверка. Расскажу вам о самой елке. Камера не придаст всю красоту, которая предстала сегодня перед присутствующими. Ее высота 25 метров. Это сопоставимо почти с высотой девятиэтажного здания. Ну а дизайн новогодней красавицы в этом году еще более стильный и яркий, чем в прошлом. На оформление организаторы потратили более 200 больших снежинок, более тысячи разноцветных шаров и гирлянды общей протяженностью аж 4 километра. Только вдумайтесь, это очень большие, конечно, да, украшения. Очень огромные и, конечно, красивые, как вы видите, наверное, на картинке. Позаботились власти и о, конечно же, безопасности. Чтобы елку не свалил суровый столичный ветер, в ее основание положили специальные многотонные утяжелители. Елка сегодня прям стала звездой вечера. На ее фоне, наверное, уже присутствующие сделали не одну сотню селфи. Она писает уже во всех соцсетях. Ну а сейчас, наверное, как вы видите, людей здесь стало поменьше. Поверьте, час назад их было здесь очень много. Прям реально яблоку негде было упасть. Ну а сейчас же многие разъехались по домам. Ну а некоторые более смелые и, конечно же, наверное, более тепло одетые. Катаются на коньках, на горках. Людей действительно не так много, как было. Но все же все веселятся. У всех праздничная атмосфера царит, наверное. И, конечно же, все веселятся. Ведь скоро уже Новый год. И именно 31 декабря здесь состоится такое же красочное шоу. Здесь будет и концертная программа. И народу будет определенно не меньше. Ну, на этом у меня все, Сергей. Это все, что я хотел рассказать нашим телезрителям. Передаю снова эфир вам. Спасибо. В общем-то, к встрече Нового года мы уже готовы. Ярнур Дожжанов с территории Экспо, где сегодня зажгли главную новогоднюю елку страны. И о братьях наших четвероногих. Наша соотечественница алматинка Кира Титинева открыла в Нью-Йорке гостиницу для собак. Сегодня ее компания считается лучшей и пользуется огромной популярностью среди американцев. Но оказалось, что она помогает еще брошенным собакам в Алматы. Навещает местные приюты и регулярно перечисляет средства для содержания щенков у себя на родине. Подробности у нашего собственного корреспондента в США Майера Абдрахмановой. Их знает в буквальном смысле каждая собака на Upper East Side. Знаменитый квартал на Манхэттене в Нью-Йорке славится фешенебельными особняками американской элиты. Музеями, Пятой авеню и Центральным парком. Именно здесь наша соотечественница алматинка Кира Титинева открыла гостиницу для собак. Это место она называет еще детским садом для щенков и домашним отелем. А все началось еще 10 лет назад, когда Кира поступила в университет Нью-Йорка. Тогда она и не предполагала, что свою жизнь посвятит четвероногим питомцам. Встреча с парнем из Бразилии Паула Роча, который работал в сервисе по выгулу собак, изменила ее планы. Оказалось, что они оба неравнодушны к животным и с детства были увлечены собаками. Теперь эта крепкая семья с детьми-двойняшками Хьюго и Хлоей обслуживают 400 животных в Нью-Йорке. Наверное, может быть, в прошлой жизни я где-то напакостила собакам, что моя жизнь возвращает меня к собакам. В этой жизни я постоянно сталкиваю меня с собаками. Мои родители тоже, кстати, занимаются собаками в Алмате. Мой папа Титинев Вячеслав, у него редакция «Золотая книга». Ну, моя мама, она домхозяйка, наверное, так сказать. Они раньше, когда они были вместе, у моих родителей, у них было очень много собак. Они привозили разные породы с Европы, с Кубы они привезли, боксера, они привезли с России, с Чехословакии они привезли собак. И они занимались именно разведением собак на то время. Я помню, когда я была в детском саду, у нас было 4-5 собак. В компании Киры и Паула сегодня работают 30 человек. Широкий спектр услуг включает прогулки с собаками, уход за ними, питание и даже физические упражнения. Вот ключи от наших клиентов, потому что мы ходим домой, чтобы с собакой погулять. И это только часть ключей, потому что половина зданий у них дорманы, и нам дают ключи на консьерж. И у каждого ключа есть имя собаки, и какая улица, где она живет, и мой номер телефона. У нас иногда по 5-10 собак с одним и тем же именем, поэтому мы их разделяем по ходу. Повторяется Оскар, Джек, Лола, Люси. Такого плана имена. Есть пару имен, люди очень любят одни и те же имена. Но у нас и редкие, иначе, повторятся иногда какие-то редкие имя. Уинни, как я же, Уинни да Пух, как Винни-Пух, Уинни. Здесь вот реквест, это те клиенты, которые сейчас запросили прогулки, видите, на разные дни. Они, клиент, у них свой профиль, они входят на сайт, и они запрашивают прогулку. Потом я могу посмотреть всех наших собачников. Смотрите, Daily Schedule. Сейчас он откроется. Я могу посмотреть все наши ребята. Вот видите, по именам наши ребята, вот это все собачники. Вот вы спрашивали, сколько людей гуляют. Вот это все их прогулки на сегодняшний день. Зеленые, отмечено, значит, они уже отгуляли этих собак. Желтенькие, это те, кто сейчас гуляет с собаками, активные прогулки. И фиолетовые, это те еще, которые им придется отгулять. Собачник пришел в 11.50, и после этого он сфотографировал все, я с вашей собакой отгулял. И даже здесь есть маленький GPS. Собак здесь принимают в любое время и погоду, выходные и праздничные дни. Хозяева этого комфортного отеля создали уютную домашнюю обстановку для четвероногих друзей. За порядком следит бульдог Моля. Это собака Киры, которая не позволила лаять другим псам во время нашего интервью. Мы начали с нуля, то есть нам ничего не нужно было. Нам не нужно помещение, у нас сначала и помещения не было. Для этого бизнеса никаких вложений не нужно. Можно купить пакетики для собак и поводок ошейник. Самая главная наша работа – это ходить к клиенту домой и брать собаку на прогулку. То есть сразу же начинаешь зарабатывать деньги. У каждой шестой семьи в Нью-Йорке есть собака, а кошек еще больше, рассказывает Кира. Однако ее беспокоит качество еды для домашних животных, которые продаются в местных магазинах. Еда здесь очень дешевая для собак. Собаки часто болеют и умирают рано достаточно, в раннем возрасте. И я начала больше про это узнавать и поняла, что здесь нет никакого контроля над едой. То есть нет никаких санкций или каких-то запретов. Собачью еду можно хоть что положить и продать. Кроме этого, туда кладут очень много всяких химикатов, чтобы на полке долго стоял продукт. Кира и Паула часто бывают в Казахстане, посещают собачьи приюты, встречаются с их владельцами. В Фейсбук они создали страничку «Лучшие друзья Алматы по спасению собак» и перечисляют часть доходов своей компании для поддержки приютов в Казахстане. То, что я уехала, это не значит, что все мое прошлое теперь не имеет значения. Я знаю, что там что-то еще есть для меня, какая-то миссия, что-то должна выполнить. Я считаю, одна из моих миссий – это помочь собакам. Мы верим и надеемся, что брошенных собак будет меньше. Во многих странах существует такая проблема с уличными собаками. Каждый раз, когда мы приезжаем в Казахстан, мы стараемся встречаться с людьми, которые, как и мы, увлечены собаками. Вот такая удивительная семья превратила свою любовь к собакам в благородное дело и в то, что сегодня принято называть малым бизнесом. Кира с супругом доказывает, что из своего любимого дела всегда можно извлечь пользу как для себя и общества, так и в их случае для домашних питомцев. Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США. Но в Астане собаки помогают стражам порядка находить и обезвреживать преступников. Встретить их можно в аэропорту и на вокзалах столицы. Только с начала года они пресекли больше 200 фактов попытки провоза наркотиков. О буднях четвероногих полицейских в следующем материале. Это немецкая овчарка по кличке Цезарь. С раннего утра четвероногий сотрудник заступает на службу и тщательно обнюхивает багаж пассажиров. На службе он второй год и зарекомендовал себя как отличный сыщик. На железнодорожных вокзалах, в аэропортах, пассажирских поездах с начала года мы с помощью собак выявили свыше 220 фактов незаконного оборота наркотиков. И свыше 100 килограммов различных наркотических средств. Это гашиш, опий, марихуана, героин. Пассажиры спокойно реагируют на проверяющего хвостатого. А Цезарь так и норовит обнюхать чью-нибудь руку или случайно опрокинет багаж. Но владельцы терпеливы к немецким овчаркам. И вот Цезарь что-то почуял. Сотрудники Центра кинологической службы департамента полиции на транспорте просят пассажира пройти в специальное помещение, где подозрительную сумку тщательно проверят. Просто трое, трое. Нет, серьезно трое? Если курил, она в руку срезает. Пассажира просят показать содержимое сумки и карманов. Такие собаки практически не ошибаются. Если сейчас сотрудникам ничего не удалось найти, это не означает, что Цезарь ошибся. Сбить с толку немецкую овчарку мог оставшийся запах на одежде. Нет, ошибок не было. 90% работа собаки, 10% наша. Два года уже работает. Результат хороший. С начала года 12 килограмм гашиша обнаружил в поезде. Вот такой результат показал. Так называемые отработки сотрудники полиции на транспорте проводят регулярно. Сейчас на службе в кинологическом центре 35 специально обученных собак и щейк. Как и полицейские, четвероногие сотрудники ежегодно проходят переаттестацию и повышают квалификацию. В стране появляются новые виды наркотических средств, поэтому задача перед лохматыми сыщиками постоянно усложняется. Гульнара Джусупова, Нуршапагат Несипаев, Омрбек Езимов, Хабар 24. Спасибо за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания.